Один день, два, три, три, четыре. Поздравляйте вас с Богом! А на сайте вашего счастья! Сегодня Оксана Культицкая отмечает сразу три праздника. Свою свадьбу, юбилей мужа и столетнюю годовщину со дня образования органов ЗАГС. О последнем, правда, она узнала только сейчас. И вместе с ней наша редакция не смогла обойти стороной такую дату. За это время ЗАГСы стали неотъемлемой частицей нашего общества. Ведь застолье отродилось и сыграло свадьбу не одно поколение людей. Мы люди старой закалки, и поэтому новшество новшествами, но корни, их не надо забывать. ЗАГСу пожелать я бы хотел, чтобы всегда здесь людей встречали тепло, с улыбкой. И люди, которые уходили отсюда, были счастливы. Во всех смыслах этого слова. Елена Ткаченко работает в ЗАГСе уже четверть века. По ее словам, женщина ни на секунду не пожалела о выборе своей профессии. Разные сферы деятельности приходится затрагивать. То есть нужно быть и артистом, и психологом, и юристом, и многостаночником. Мы же вершители судеб, хранители истории. К нам люди обращаются в разные виды своей жизни. Рождение, самые радостные минуты, брак, расторжение, к сожалению, смерть. То есть очень много моментов, и органы ЗАГСа провождают человека на протяжении всей его жизни. Это очень ответственно, очень волнительно, и, конечно, это очень приятно. Сотрудники службы отмечают, что одной из самых востребованных государственных услуг в сфере ЗАГС является регистрация заключения брака. За этот год наш ЗАГС зарегистрировал больше 7 тысяч молодых семей, что гораздо больше, чем в предыдущем году. И 12 тысяч рождений. Эта цифра тоже превышает названную в 2016-м. Цифры красивые, приятные, то есть жизнь идет, продолжается, и мы тоже этому рады. Ну а если немного отойти от цифр, можно заметить один не менее приятный факт. Если во многих городах дворцы бракосочетания – это приспособленные здания, которые изначально имели другую функцию, то наш Иркутский ЗАГС строился по специальной планировке. В нашем дворце бракосочетания огромную роль играет символика. Именно поэтому, когда молодожены входят в зал, их встречает витраж еще с несоединенными кольцами. Ну а при выходе они уже соединены, что и символизирует создание новой семьи. Самое приятное, что в нашем городе есть пары, которые прожили вместе 60-70, а то и 75 лет. И такие пары, такие юбиляры у нас есть в истории Иркутского дворца бракосочетаний тоже. Мы чувствовали в этом году железную свадьбу, люди прожили в браке 70 лет, а 5 лет назад у нас была коронная свадьба, когда юбиляры пришли к нам с просьбой провести для них такой красивый праздник. По статистике число таких пар значительно больше, чем в других регионах страны. Не значит ли это, что Иркутск – благоприятный город для семейной жизни? Остается только пожелать каждой паре, перешагнувшей порог дворца бракосочетания, дойти рука об руку до коронной свадьбы. Пожелать хочется, чтобы у них только прибавлялись топки по именно бракосочетанию, по разводам, чтобы вообще не было такого. От чистого сердца поздравляли молодозу, которая здесь регистрируется. Елена Батаева, Максим Юргин, Утренний коктейль.